Здравствуйте, друзья! Что может быть лучше, чем отвечать на вопрос, стоя в пробке? Вот мы в ней стоим, а Светлана громко зачитывает вопрос. Деток у нас двое. Живем мы в Подмосковье. Мой английский, это автор письма, на среднем уровне. Могу общаться на общей теме. Есть несколько друзей иностранцев, с которыми периодически переписываюсь. Я работаю в продажах с 18 лет. Начинал продавцом в компьютерном магазине. Потом устроился в автовую компанию по продаже кертриджей и расходных материалов для принтера в Москве. Так до сих пор и занимаюсь этим направлением. Ездить каждый день на электричке по 100 километров в одну сторону устал. Да и детей почти не видел, поэтому договорился работать удаленно. Институт МАМИ, немножко МАМИ. Автомеханический. Бросил на третьем курсе, так как не увидел перспективы инженера-конструктора. Я учился на вечернем отделении, и со мной вместе обучались люди, которым нужна была корочка для того, чтобы продвинуться по службе хотя бы немного. На тот момент, в 2005 год, инженер на заводе «Ильянс» получал 7 тысяч рублей. А я к тому времени уже зарабатывал 30 тысяч рублей, и это было больше, чем 1000 долларов. По истечении 12 лет работы в России чувствую себя, как ослик, который бежит за морковкой впереди себя. В рублях стал зарабатывать в 4 раза больше, в долларах получается столько же. Да, это больше, чем у многих моих знакомых, но не на них же мне равняться. Уровень жизни все такой же, и в стране ничего не меняется, медицины нет, образование уже так изнасиловали, что лучше просто промолчать. Родители на пенсии, смотрят Первый канал и радуются, спорясь с ними уже нет сил и желания. В очередном разговоре мама сказала, что лучше будет есть хлеб с водой, чем войска НАТО будут стоять на нашей границе. И какое ей дело до них? Пересчитал все, что написал, крик души прям вышел. Извините, что пишу все это вам. Ваш канал смотрю достаточно давно, и складывается ощущение, что мы с вами давно знакомы. Ну, а вопрос-то есть? Вот такой вот такой крик души. Крик души. Ну, видимо, он думает, что делать. Видишь, получается, что действительно он за морковкой. То есть он зарабатывает, крутится-крутится, зарабатывает, как в полисе. Давай так, он живет в Подмосковье. Но не в ближнем Подмосковье. Потому что 100 километров ездит на электричке. Это вот, допустим, как если бы он из Серпухова ехал. То есть это будь здоров концы. Это очень серьезно. Так вообще, что тут какая-то авария. Авария, авария, да. Ой-ой-ой, сколько машин. Машин много. Это пожарные, скорые. Давай мы сейчас, постой-постой. Серьезная авария. Мы сейчас посмотрим более пристально. У нас, конечно, есть вопрос, но мы пока вот на вопрос не начали отвечать. Давай поглядим. Тут полицейская машина, потом еще полицейская. Тут в темноте не видно ничего, кроме их фар. Потом еще полицейская. Три полицейских, четыре полицейских. Полицейские, ладно, а вот эти здоровые. Вот это вообще на локомотив похоже. Это пожарная машина. Они приезжают как скорая помощь. А вот еще одна, две пожарные. Пожарная, две пожарные. Смотри, мы уходим налево. Да. Да, тут серьезно. Причем это все стоит прямо на развилке. Когда с одной дороги расходишься на другие. Там мотоцикл разбитый стоял. Ну давай к крику души вернемся. Значит, и так. Ну, человек, грубо говоря, так. Он пытается поделиться своей болью, что действительно жизнь проходит. 12 лет он крутится как белка в колесинах. Рубль падает. Нет, но он как бы на том же уровне остается. Он ту же тысячу долларов сейчас зарабатывает. Ну да, но как-то хочется же ощущения чего-то большого и светлого, а не так всю свою жизнь. Но он занимается продажами, там, принтеры, кертриджи, расходные материалы. Надо сказать, такую вещь вообще безотносительной этой темы, что в Америке тот человек, кто умеет продавать. Это абсолютно точно. Причем не важно, что. Если ты хороший селс-персон, то и умеешь продавать хорошо, потому что это определенное искусство. Не дешево втюхивать, да, не втюхивать, а продавать вот именно как искусство, то эта работа хорошо оплачивается, и она тяжелая. Я бы не стал говорить о продаже как искусстве, потому что это и есть втюхивание. А продажи как квалифицированная работа, это не когда ты кертриджи продаешь, потому что кертриджи продают очень-очень-очень многие люди, компании. Это невысокий профит-марджин на кертриджах. Чтобы много заработать, нужно заниматься оптовой торговлей, какие-то очень крупные там партии. Я имею в виду специалистов, которые серьезные вещи продают, если ты умеешь в принципе продавать. Люди, которые занимаются продажами, многие из них очень хорошо зарабатывают, особенно, например, в софтверных компаниях, вот каких-то таких серьезных, где дорогие вещи в больших количествах и так далее, нефтяное оборудование, вот. Люди, которые продают скрепки или которые продают лимоны, там, 10 штук на доллар, там, они много не зарабатывают. Но история вот какая. Значит, он заработает в продажах, потому что он там зарабатывает. И он чувствует себя как-то уверенный и так далее. Он не говорит, что ему это обрыдло. Ему просто, ему обрыдло отсутствие динамики. Понимаешь, то есть ему нравится заниматься продажами, наверное. Но отсутствие динамики, вот, ему не очень нравится. Значит, что тут сказать? Знаешь, он не говорит, я хочу уехать, да? Или почему возникал вопрос о том, что мама говорит, что войска НАТО на нашей границе? Я думаю, что это все, вот, некоторая зарисовка ситуации, когда родители рады и счастливы, что войска НАТО там где-то стоят, пускай они даже хлебом пушат с солью. Но им нужно объяснение, почему они едят хлеб с водой. Ну, и дело в том, что человек, который здраво мыслит, ему это все тошно. Вот просто тошно, и невозможно больше это слушать. И в этом смысле это письмо, это такой вот крик души. Ну, понимаешь, как тошно, да, тут, скажем так, что человек решает для себя, в какой мере тошно, насколько ты хочешь дальше это терпеть, насколько ты можешь себе позволить терпеть. Это все понятно, да. То есть мы тоже через это проходили, нам тоже было тошно. Но, слава богу, была отдушина, была возможность куда-то отвалить. Ты знаешь, сейчас с отдушиной проще, все-таки ты можешь сесть там куда-то поехать. В наше время, дальше, чем Крым там или Кавказ, поехать было нельзя. А Прибалтика еще было. Вот сейчас ты можешь поехать куда хочешь там. Понимаешь, нет понятия боезная виза. Можно отдохнуть. Ну, естественно, отдохнуть, ты можешь попутешествовать, там, в другой мир совсем. Кроме того, ты можешь заниматься предпринимательством, чего нельзя было в наше время. То есть очень много чего ты можешь. Но получается такая штука, он как бы на рельсах, понимаешь, он встал на рельсах. И вот по этим рельсам движется. Вопрос в том, как с рельс куда-то сойти, может быть, или как-то вот, может быть, что-то изменить. А он даже не говорит, как бы он хотел изменить, а просто ему вот обрыгло. Да, дело в том, что вот как Миша сказала на рельсах, да, или как белка в колесе, что одно и то же. Да. По наезженному. Если вы будете продолжать так делать, то вы новых результатов не получите. Это как бы аксиома. Да, это понятно. Для того, чтобы получить другой результат, нужно что-то принципиально изменить. Что принципиально изменить, вы должны для себя сформулировать сами. Это ваша жизнь, это ваши цели, это вы знаете лучшее обстоятельство. Мы так далеко не можем дать вам практический совет, что вы должны изменить в своей жизни, чтобы что-то поменялось. Света, у вас есть идея? Вот если он все равно каждый день едет в электричке туда и в электричке обратно, правильно? Он может в электричке записывать интервью с людьми, которые едут в электричке. Он берет с собой камеру, там едут какие-то люди. И они просто рассказывают. Я не забыл вообще, где-где. Да нет, ну подожди, ну подожди. Кто же себе там электрички будет давать? Я тебя умоляю, так он ему даст доллар, Света, не выдумывай. Там есть люди, которым хочется поговорить. Он там скажет, у меня канал на ютубе, можете передать привет там. А потом он заарестует за то, что они занимаются антисоветской деятельностью. Почему они занимаются антироссийской деятельностью? Потому что люди говорят разные виды. Ну это не... Послушай, а люди говорят, что говорят? Ну, в принципе, я хочу что сказать. У него езда в электричке, Света, будет превращаться в потрясающее развлечение. Больше того, зная про его канал и такое дело, в этот вагон, где он едет, будут приходить люди, просто чтобы поговорить на публику. Нет, ты не скажи, Света, она как гримас такой делает. Мне уже нравится эта идея. Он может сделать такой канал и назвать его 101-й километр. Там 100 километров, пусть будет 101-й. Да, пусть будет 101-й километр. Это чем-то напоминает Москва-петушки. Помнишь там, в Венедикте и Ерофеево, и там люди подходили, и там кто со стаканом, может быть, придет, кто там бутерброд будет кушать. Света, электричка – это жизнь, это Россия. Света, мы с тобой ездили в электричках, и на дачу в основном там... Я как вспоминаю, эти лица, с которыми люди ездили в этих электричках, они совершенно не склонны давать интервью, поверьте. Ты не понимаешь. Сейчас народ более расслабленный. Кроме того, он же как бы часть этой электрички, часть этого вагона. Они его знают, он каждый день ездит в одно и то же время. Ты не представляешь. Он может с собой взять пару подсадных, допустим, они первый раз будут что-то рассказывать, договаривать, потом другие придут, захотят поговорить. Во всяком случае, мне кажется, что вот это очень интересная была бы линия. Не обязательно только в электричке. Не обязательно. Вот пришел человек купить там тонер для принтера. Ну а зачем? Что это изменит в его жизни, кроме фана? Но фан появится. Но постой, постой, постой. Во-первых, фан. Во-вторых, известность. Когда у тебя появляется известность, у тебя появляется очень много оппортюнити, с которых у тебя нет. У тебя может появиться клиентура, например, которой сегодня нет, потому что они не знали, что ты существуешь. Они тебя полюбили за то, что ты делаешь искренние репортажи, показываешь людей. Это немножко смешно, может быть, немножко грустно, немножко мелодраматично, понимаешь? А заодно у тебя уже и тонер прикупили. Не, ну, честное слово, я свет не стал бы так вот примитивизировать и пытаться это развернуть во что-то такое. Ты когда начинаешь двигаться по какому-то пути скользкому, ты никогда не знаешь, докуда эта наклонная плоскость тебя доведет. Понимаешь? Поэтому я думаю, что... Ну, просто оно же ему времени дополнительного не занимает. Он все равно там сидит. Это правда. Но он пишет тебе, что полная безысходность вокруг. А ты говоришь, ну да, вот в этой безысходности, ну, возьми и сделай себе фан. Конечно. Зайчик, но фан, это же классно. Но дети будут ходить. Те же самые школы, здравоохранения никакого нет. Ты не понимаешь, отношение человека к жизни не определяется полностью тем, какая жизнь вокруг него. Вот ты можешь сидеть в одной и той же очереди к врачу в поликлинике. И там может сидеть там 50 человек. И вот среди этих 50 человек один веселый, другая там матримониальная девушка с бойфрендом там по селфону общается, бабка там ругает там всех на свете. Попробуй, начни их снимать только. Они все набротятся. Я о другом говорю. Я уже картинку просто вижу. Мы все сидим в одной и той же очереди, но мы по-разному относимся к тому, что происходит. Понимаешь? Один говорит, кирпич там можно использовать для стройки. Другой говорит, кирпич потеряли, значит, безхозяйственница. А третий все время думает о бабах, даже когда глядит на кирпич. Понимаешь? Потому что всегда думает только о бабах. Мы все разные. Поэтому, Света, хотя бы фан. Если бы у него был фан, Света, он, зарабатывая свою тысячу долларов, ты представь себе, где он живет. Он живет 100 километров от Москвы. Там тысяча долларов. Это не в Москве тысяча долларов. В Москве тысяча долларов большие деньги, Света. А час езды от Москвы на электричке-то, ты что говоришь? Или там не час, а 100 километров. Может, даже полтора часа. Сколько это нужно доехать? На машине, наверное, быстрее. А там пробки. Может быть, где-то быстрее. Я не знаю. Там сейчас все на машинах. Поэтому, наверное, пробки, дороги. Не знаю. Я 25 лет там не ездил на машинах, поэтому не могу ничего сказать. Поэтому я думаю, что мы, с одной стороны, вот человека как-то так немножко веселим. С другой стороны, я хочу сказать, сделайте свой канал, так? Сделайте канал. Напишите какое-то вводное видео. Дайте мне знать. Мы с вами запишем какое-то такое интервью для нашего канала. Ребята узнают, что есть ваш. Может быть, вы начнете делать интервью с теми, кто смотрит наш канал. Вот каждый человек, который хочет поговорить о чем-то, вы его интервьюируете. У вас появится такой потрясающий канал, где живые люди, где они о чем-то рассказывают, о насущном. Это же и есть самое интересное. Человек – это и есть самое интересное. И мы такие разные, из разных мест там и так далее. Так что, я не знаю, займитесь, может быть, вот этим. Оно неплохо. Развлекухта еще. Так что, ну, мы предлагаем то, что в наших силах. Правда, Свет? Вот мы у себя, я с удовольствием дам какой-то промоушен сделаю этому каналу там и так далее. Вот я надеюсь, что идея наша будет принята. Если она будет принята, то мы, значит, ух ты, тут стройка-то. Да. Тут колоссальное количество строительной техники справа. Просто не писает, что там творится. Не знаю, что они там готовятся делать. В общем, как зовут нашего героя? Есть имя? Так, Света смотрит и имени не видит. Ну, наш безымянный герой. Да. Из Подмосковья. Продающий тонеры и расходные материалы для принтеров. Он себя узнает. Да, он себя узнает. В общем, не вешаем носа и выходим на большую медийную арену. Счастливо! Счастливо!